расскажу одну очень интересную историю которая произошла со мной лично и с некоторыми моими студентами это был наверное 2000 какой-то 13 или 14 год и у меня учился один парень который был профессиональный психолог психотерапевт между психологами психотерапевтами немножко пропасть такая очень большая Андрей вместе учился со своей супругой пришел ко мне и говорит Александр Михайлович я знаю что все трейдеры рано или поздно сталкиваются с какими-то проблемами у меня есть решение думаю еще один затерявшийся гений на идее такое выражение затерявшийся гений это когда недопоняли там еще что-то вот это был затерявшийся гений я говорю что я сейчас работаю с одной женщиной у нее работаю это дочь профессора Александрова если мне память не изменяет профессор Александров был один из самых известных в Советском Союзе проблемы психологии психиатрии и это его дочка да которая переняла и пошла по стопам отца тоже она я не помню была ли она профессорами или не была она профессором в общем это была дочка профессора Александрова которая профессионально занималась у них был центр который занимался психологии психотерапии и он говорит давайте Александр Михайлович говорит встретимся и в первую очередь поговорим на эту дему вообще что это такое что с этим едят мы сейчас плавно подойдем к страхам почему откуда они берутся потом я вам подготовил картинки но не про страхи абсолютно знаете там сидишь в туалете такие большие глаза и кто-то на тебя смотрит и испугался нет в общем короче пошел я на встречу с дочкой профессора Александра где-то начали мы сидеть она рассказывает все и я говорю ну понимаете вообще что то о чем вы говорите это золотая жила потому что людей которые состоялись в трейдинге их там пять процентов а людей которые потеряли деньги в трейдинге их девяносто пять процентов и очень важный фактор для вас это понимать что это просто золотая жила да если действительно существует будем говорить так такая таблетка которая поможет там избавиться там от страхов или наоборот отсутствие страхов то есть по сути дела что там сможет сделать для контроля вашей эмоции вы можете заработать колоссальные деньги на что она мне говорит честно она мне не понравилась на что она мне говорит да давайте сделаем так а вы мне говорит дайте там три или пять человек тех которые адекватные на ваш манер объясню почему потому что очень важно помимо того когда ты работаешь с человеком самое важное чтобы этот человек был адекватен вот это на мой взгляд наверное самое правильное что такое адекватен это когда человек воспринимает информацию через ту призму через которую он ее должен воспринимать например если человеку показывают колесо и говорят что это колесо то он понимает что это колесо и он говорит ну это не совсем какое-то колесо человек такой неадекватен и обычно с таким человеком это будет просто пустая трата времени в общем дал я дочке профессора александрова вот честно не помню как ее зовут трех человек дал ей трех студентов которые очень адекватные были мало того что они были адекватные они все имели приблизительно одинаковую проблему то есть кто-то переторговал кто-то не ставил стопы кто-то не забирал тейки кто-то превышал риски в общем они по простому были у них было две вещи общие первое они все нарушали правила и второе они все были очень обеспечены когда человек очень обеспечены то есть все три человека были выходцы из бизнеса и очень успешные бизнесмены да которые заработали 5 10 15 миллионов долларов 20 миллионов долларов то есть это не были простые ребята откуда-то которые не зарабатывали денег просто я вам сейчас расскажу чтобы вы понимали да что это наверное самое сложное то что вам предстоит в трейдинге там ни уровня никакие ни точки входа никакие ни сцена в общем дали мы срок два месяца занимались с ними бесплатно и договорились что если да потому что понимали дочка профессор александра это было одни первое и даже не десятый психологов который ко мне приходила на семинары говорила сейчас я там или в основном они женщины один по-моему мужчина был гипнотерапевт который сказал я сейчас всех загипнотизирую и все пиздец и все будет зашибись в общем короче я отдал и все люди пришли через два месяца сказали что это полная хрень что их просто расковыряли и обнаружили проблему которая у них была там у кого-то страх с детства там остаться бедным кто из бедной семьи у кого-то еще что то то есть ну понятно стандартная формула что все проблемы они из детства да сто процентов вы же понимаете что устроен смешной мир что если человеку например некрасивому внушать что он красивый то в какой-то момент этот человек он однозначно поверит что он красивый если красивому человеку внушать всю жизнь что что-то с ним не то волосы у него некрасивые глаза вообще бог не выдал то есть это показывает то что по сути дела человеком однозначно можно манипулировать особенно если вы имеете какое-то эффективное давление на конкретно этого человека в общем через два месяца получаю я обратную связь что все три остались недовольны один сначала пришел был очень в диком восторге но через три месяца пришел проебал 300 тысяч долларов и я говорю эдик говорю ну как он говорит ну я понял все свои ошибки все свои проблемы понимать свои ошибки и свои проблемы не есть уметь их починить первое второе эти проблемы они живут в каждом из нас ну то есть нету людей у которых нету проблем с эмоциями кто-то чересчур спокойный это тоже плохо кто-то чересчур взрывной и это плохо то есть у нас у всех однозначно есть проблемы то есть кто-то из нас может и учиться их контролировать я могу о себе такое сказать я в жизни очень эмоциональный человек кто меня знает когда я сажусь торговать у меня все эмоции на заднем плане но это у меня заняло много-много лет назад время я понял одну вещь у меня не было других вариантов то есть рано или поздно вы все равно столкнетесь с какими-то проблемами это будет эмоции это будет фобия и знаете что самое обидное что даже какая-то вот мелочевка такая да вас там пять раз ударили по стопу и вас это уже очень сильно выбивает из колеи вы начинаете нервничать вы начинаете психовать вас это просто элементарно уводит из состояния равновесия и вы начинаете делать глупости то есть вот просто элементарно у кого вот давайте скажем так у кого были какие-то марк даглас много работы сделал по трейдингу книга зональный трейдинг сразу говорю честно все книги по психологии по трейдингу можете просто выбросить в мусор они вам не помогут поможет только одно когда когда вы сможете сами себя перебороть когда вы сможете сами себе запретить когда вы сможете сами себе отказать да вот скажу вам одну вещь значит я сейчас будем говорить так на самовосстановление я десятый день без сладкого вы не представляете что это такое для меня быть без сладкого все кто был у меня на семинарах те знают что я пожираю шоколад конфеты сладкое вообще в особо крупных размерах сладкие воды буратино так вот 9 дней десятый день уже я не прикоснулся ни к одному грамму сахара в прямом смысле слова что значит ни один грамм сахара то есть я даже кофе который я очень люблю иногда по утрам попить я очень люблю попить кофе вкусный я всегда добавляю сахар так вот даже кофе экспресс и капучино я пил без сахара вот это называется ломать себя и вы знаете я очень сильный человек у меня стержень есть и характер есть но я прохожу это все сейчас как маленький ребенок знаете почему это потому что мне не нравится это мне лучше нравится кушать сахар мне нравится кушать шоколад мне нравится кушать конфеты я вам скажу честно вот я сейчас посмеюсь над вами сейчас одну секунду где это мартышка у меня лежит на столе специально для себя закрытая плитка шоколада вот она вот такая вот вкусная закрытая плитка шоколада которую я не трону вот она лежит у меня просто чтобы я знал и и и и кока-кола чтобы я знал что вот она у меня под руками и только я могу сам себе запретить одно дело ты встаешь температуру 40 градусов мороза и тебе надо идти за шоколадкой ты скажешь что ты наверное я не буду за шоколадкой идти наверно ничего хорошего нет а другое дело когда ты себе можешь отказать и оно у тебя перед глазами и вот эта шоколадка лежит у меня и делает мне плохо так вот к чему я хочу прийти и просто вам сказать что к сожалению сожалению все эти три человека по моему один остался в трейтинге смог себя перебороть два других не смогли к сожалению в конце дня как есть такое выражение у американцев вы остаетесь один на один со своей проблемой вы никому абсолютно не нужны вот абсолютно никому не нужны ваши проблемы они тоже абсолютно никому не нужны может ваша семья например представьте себе когда ваша любимая жена или ваш любимый муж услышит как вы мучаетесь что они скажут они не скажут борис они тебе скажут вань там лен вань ты так классно там ну хер с ним ну кушай это шоколад и все остальное вы понимаете что вам это однозначно не поможет но вариантов других не будет поэтому перед тем как мы перейдем просто к картинкам почему я с этого начал потому что наш вебинар сегодня как раз именно и называется как не бояться торговать страх это не есть плохо контролируемый страх это очень хорошо неконтролируемый страх вот где страшно вот это самое главное неконтролируемый страх и большинство людей которые ничего не добиваются а вот обижайтесь на меня не обижайтесь 90 процентов людей ничего в жизни не добивается по одной простой причине они не могут контролировать свои страхи а страхи должны быть однозначно контролировать поэтому не супер крутые психологи не психотерапевты вам абсолютно не помогут они расковыряют вашу проблему они доставят ее наружу они напишут вам вот ваша проблема будете знать она с детства пришла или не с детства или с юношества или еще что-то или или там много лет она вас цепляла она вас будет продолжать и сделать вы ничего к сожалению не сможете если вам всю жизнь говорили что вы урод вы реально будете как таковым себя чувствовать только если вы действительно сможете себя перебороть и сказать ну блять я урод и ничего страшного ну мне ж не надо красиво быть у меня бабушка всю жизнь говорила одну вещь естественно знаете мы для своих бабушек для там для мам самая красивая бабушка мне сказала одну вещь она сказала а ты вообще не думай о красоте ты мальчик тебе не надо косички заплетать или еще что-то да ты будешь в любом виде мужчина ты должен быть просто красивее обезьяны да чтоб тебя не перепутали в зоопарке и не забрали и знаете из детства у меня вот вот это состояние оно прижилось я абсолютно вообще перестал там переживать там животик у меня или не животик мышцы у меня или не мышцы я понял одну вещь что там для меня это самое главное это иметь мозги а все остальное может добавиться так вот если в вас есть вот эти страхи к сожалению эти страхи будут вас все время преследовать и поверьте просто мне умному еврейскому мальчику вам рано или поздно придется садиться и со своими страхами бороться если вы хотите сделать какие-то первичные шаги то есть если вы действительно хотите сделать что-то со своим будущим то есть чтобы ваше будущее было другое ну неважно там давайте элементарно скажем там открыть магазин онлайн или там я знаю фрукты продавать или еще что-то если вы хотите выйти из комфортной зоны да вы же забывайте что комфортная зона не всегда хорошо сидеть без копейки денег там или просто работать от зарплаты к зарплате это вроде тоже комфортная зона но ничего хорошего нет и тогда вам придется выходить из нее а